В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сложная и кропотливая работа. Сотрудники органов дознания пожарного надзора отмечают профессиональный праздник. Скачки температуры воздуха и атмосферного давления. Как сберечь здоровье метеочувствительным людям? Студенческий десант Саров присоединился ко всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Найти улики и установить причину пожара там, где стихия уничтожила все, оставив после себя лишь пепел и залум. Расследованием занимаются сотрудники органов дознания Федерального государственного пожарного надзора. 23 января они отмечают свой профессиональный праздник и 93-ю годовщину со дня образования ведомства. Выяснить причину и найти виновников пожара – главная цель сотрудников органов дознания МЧС России. После того, как возгорание потушили, к делу подключаются они. Работа схожа со следовательской. Сотрудник с блокнотом и ручкой выезжает на место совершения происшествия либо преступления и расследует причины возникновения пожара. Дознание по пожарам является одним из наиболее сложных расследований в рамках преступления и происшествия, так как огонь уничтожает все следы происшествия, преступлений и очень сложно узнать точную причину возгорания. Но при детальном осмотре места происшествия и преступления, то можно выявить очаг пожара и установить причину пожара. Расследование может длиться час, а может и несколько недель. По прогару в стене, степени обугливания мебели, по окалине на металлических деталях и конструкциях, специалисты могут сделать выводы о продолжительности и температуре горения, месте очага. Один из самых простых способов уточнения, где был очаг пожара, это уточнение в квартире. Потому что, если, например, в квартире загорелся диван, так сказать, то по стенам видно очаг пожара. Это своеобразный понус пожара, который идет снизу вверх. В некоторых случаях для выяснения причин нужна экспертиза. Специалисты также нередко сотрудничают с правоохранительными органами. Если есть виновник возгорания. Сейчас в отделе дознания пожарной части номер один работают три человека. В дополнение к основной, они проводят профилактическую работу со социальными слоями населения, чтобы предупредить случаи возгорания по неосторожности. Погода вновь преподносит сюрпризы и в середине зимы потеплеет сразу до плюс трех градусов. Температура воздуха непосредственно влияет на изменение атмосферного давления. Особенно остро на такие перемены реагируют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Те, кто пережили инсульты или инфаркты. Пенсионеры. Как смягчить для организма такой скачок атмосферного давления и сохранить здоровье, расскажем далее. В начале недели мороз с температурой минус 27, в конце оттепель до плюс трех. Таким погодным качелем в Центральной России рады не все. По мнению врачей, метеочувствительные можно назвать половину всего населения планеты. Организм здорового человека быстро приспосабливается к изменениям, в отличие от людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Самыми метеочувствительными считаются люди пожилого возраста и гипертоники. Также к группе риска у нас относятся люди с заболеванием дыхательной системы, то есть с бронхиальной астмой, с бронхитами. Люди с заболеванием суставов, сердца, а также аллергики. При резкой смене погоды люди испытывают слабость, мигрени, перепады давления, боли в суставах и мышцах, сонливость и утомляемость. Специального лечения или лекарства от метеочувствительности еще не придумали. Врачи дают рекомендации, как противостоять капризам природы. Необходимо укреплять наш иммунитет. В свою очередь, людям с повышенным давлением, то есть гипертоникам, я рекомендую начинать день с прохладного душа. Обязательно желательно в эти дни не переедать. Людям с повышенным давлением стоит добавить в свой рацион продукты, богатые калием, уменьшить потребление соли, отказаться от алкоголя и кофе. Гипотоникам лучше начинать день с контрастного душа и крепкого чая. Больше гулять на улице, либо часто проветривать помещение. Для всех общая рекомендация, конечно, это здоровый сон. Как минимум 8 часов, но по сну таких ограничений нет. Чем больше мы спим, тем лучше. Также добавляем дыхательную гимнастику. Она есть в интернете, можно посмотреть дыхательную гимнастику Стрельниковой, либо что-то простенькое. Можно начать с надувания воздушного шарика, что-нибудь такое. Плюс, конечно, это соблюдение режима труда и отдыха. Самостоятельно принимать лекарства вне основного лечения не стоит. План действий в случае ухудшения самочувствия врач подбирает индивидуально. Чаще всего на адаптацию к новым погодным условиям организму требуется 2-3 дня. После симптомы должны сойти на нет. ЕГЭ в 2021 году будут сдавать только те школьники, которые планируют поступать в ВУЗы. Соответствующий проект постановления правительства разработало Министерство просвещения. Единый государственный экзамен проведут как вступительное испытание при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минпросвещение России и российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение вакантных должностей советников-директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новую должность официально введут в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте уже с 1 марта 2021 года в 10 регионах России, в том числе и в Нижегородской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожане могут принять участие в голосовании по выбору участка дороги, который отремонтируют в этом году за счет средств областного бюджета. Сумма контракта 4 миллиона 300 тысяч рублей. В прошлом году по аналогичной программе отремонтировали участок по улице Московской от торгового центра Плаза до перекрестка с улицы Зернова. Голосование проходит в социальных сетях с 21 января по 3 февраля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве снова будут работать музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Разрешили проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные, массовые, спортивные, рекламные и прочие подобные мероприятия при все том же условии в 50% человек от общей вместительности помещения. В Нижегородской области тоже планируют смягчать ограничения. При этом вводить ковидные паспорта в регионе не будут. Но региональный Минздрав прорабатывает вопрос поощрения тех нижегородцев, кто уже сделал прививку или еще только планирует вакцинацию. Скоро в область поступит крупная партия вакцины. Сейчас прививку от ковид-19 делают 500-700 нижегородцев в сутки. По данным Минздрава, всего от коронавируса привелись уже около 4,5 тысяч нижегородцев. Губернатор Глеб Никитин тоже сделал прививку. По его словам, чувствует он себя хорошо. Напомним, что в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на сайте Министерства здравоохранения региона. А в ближайшее время и через госуслуги. С 3 часов утра до 5 вечера будут проходить занятия по финансовой грамотности для школьников и студентов. 21 января Банк России дал старт очередной весенней сессии онлайн-уроков. Старшеклассникам расскажут о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях. А также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В 7 модулей по 19 темам и несколько сотен лекций. 21 января Банк России начал весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей, а также детских домов и школ-интернатов. Участников занятий познакомят с принципами ответственного и грамотного подхода к выбору финансовых инструментов и научат защищать свои права. Более 450 эфиров пройдут до 24 апреля. Онлайн-уроки позволяют школьникам из любой точки страны получить равный доступ к финансовым знаниям. Знакомят их с принципами грамотного и ответственного отношения к принятию финансовых решений. Знакомят с инструментами финансового рынка и учат защищать свои права. В 2020 году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в онлайн-уроках приняли участие почти 18 тысяч российских школ, свыше полутора тысяч техникумов и колледжей. Занятия по финансовой грамотности в интернете посмотрели более 2 миллионов 860 тысяч раз. В Приволжском федеральном округе к проекту подключилось более половины школ. В Нижегородской области мы провели более 3,5 тысяч занятий. 488 школ подключилось к этим урокам, а это более 60%. Во время весенней сессии слушатели узнают о кредитах, страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и не попасться на уловки мошенников. Еще в этом году старшеклассников и студентов научат грамотно инвестировать. Уроки пройдут с 3 часов ночи до 5 часов вечера московского времени по будням. Так что каждый учитель из любой точки страны сможет составить удобное расписание для занятий со своим классом. Продолжительность урока 45 минут. Подключиться можно как группами классом, так и индивидуально из дома. Принять участие в проекте и зарегистрироваться можно на сайте dnidefesfg.ru Ежегодно ко дню российского студенчества по всей стране Министерство внутренних дел совместно с общественным советом проводят акцию «Студенческий десант». Ее цель – сформировать позитивное общественное мнение о работе полиции и привлечь молодых людей на работу в органы. В Сарове акцию проводят уже шестой раз. Легендарный и незаменимый пистолет Макарова – один из самых знаменитых пистолетов 20 века. Десятки лет его используют в качестве табельного оружия в правоохранительных органах нашей страны. Почему выбрали именно его, как удобнее его носить и в каких случаях разрешено применять, рассказали сотрудники полиции своим гостям – студентам САРФАТИ и воспитанникам молодежного объединения военно-исторического клуба «Победители». Ребята посетили УВД в рамках акции «Студенческий десант». Акция проводится в формате кратковременной стажировки, которая позволяет студентам посмотреть изнутри на работу сотрудников полиции. В акции принять участие могут студенты, а также учащиеся любого среднего специального учебного заведения. Акция проходит уже в шестой раз. В прошлые годы студентов знакомили с работой экспертно-криминалистического отдела, рассказывали о профилактике мошенничества, объясняли основные принципы работы полицейских. Темы каждый раз разные, но одно неизменно – все гости приводят на экскурсию в музей УВД. В нем хранятся самые ценные экспонаты, которые дают возможность прикоснуться к истории отдела в нашем городе – архивные документы, фотографии, вещдоки, награды. В будущем, может быть, кто-то получит свою новую какую-то профессию. А в принципе, в качестве патриотического воспитания, такие общения, как органов внутренних дел, наших силовых структур, вообще со студентами, со школьниками, вообще с молодыми людьми, они очень важны. Также ребятам рассказали, что в нашем городе действует добровольная народная дружина. Ее участники помогают полиции поддерживать общественный порядок, ведут профилактические беседы, например, с подростками-нарушителями, и контролируют соблюдение комендантского часа. Лидия Сергеева о народной дружине раньше не слышала, но ее работой заинтересовалась. Мне хотелось бы помогать Министерству внутренних дел России, даже не имея никакого опыта, не имея специального образования. Это очень интересно, нужно также и для себя, чтобы я знала, как поступать в тех или иных ситуациях. Да, мне бы хотелось прийти в дружину, попробовать себя. В следующий раз в рамках акции организаторы планируют познакомить ребят с работой участковых уполномоченных полиции. Дзержинске прошло первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова и Уреня. Наш город представили семь спортсменов из тренажерного клуба Греции. Об успехах юных тяжелоатлетов смотрите в следующем репортаже. Пять первых мест, одно второе и одно третье. Воспитанники клуба Греции, Центра внешкольной работы под руководством тренера Руслана Казбаранова вновь показали отличные результаты на первенстве Нижегородской области по тяжелой атлетике. Помимо личных успехов, наша команда заняла второе место в общем зачете, уступив лишь сильнейшим спортсменам Дзержинска, оставив позади тяжелоатлетов из Нижнего Новгорода и Уреня. Результаты отличные. Каждый из ребят увеличил собственные результаты. То есть те веса, которые не покорялись им в зале, они покорили их там, но на соревнованиях. Там ведь атмосфера совсем иная уже, то есть там уже соревновательный идет, они уже соперничают, вот, поэтому там и результаты всегда лучше получаются. Ребят на соревнования тренер старается возить как минимум раз в два месяца. Состязание – важный аспект для спортсменов. Именно на чемпионатах и турнирах, встречаясь с воспитанниками других клубов и школ, дети понимают, зачем они пришли в этот вид спорта и каких успехов хотят добиться. Алена Ермакова занимается всего год, но в копилке ее наград – золото областных соревнований по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Бушуева. На первенстве Нижегородской области девушка также стала первой. Мы поднимали от 18 килограммов, рывок у меня закончился с 32 и толчок 40. Дальше я хочу поднимать больше веса, чтобы дальше идти, ездить не только в Держинск, а по другим городам и занимать первые места. Вместе с Аленой на пьедестал почета поднялась Валентина Савина. Два года назад она пришла в клуб попробовать свои силы и решила остаться. Теперь три раза в неделю Валя занимается таким, казалось бы, неженским спортом. Поднимает штангу и приседает с гантелями. Это не первый раз, как я выезжала в Держинск. Тогда я второе место заняла, а сейчас первое. В марте воспитанники Руслана Казабаранова вновь отправятся в Держинск на Кубок Нижегородской области по тяжелой атлетике. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.